МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою работу в эфире продолжают новости дня. В студии Наталья Савицкая. Здравствуйте. Мы расскажем о главных событиях этой среды в ближайшие 20 минут. В Нижний из Великого и обратно через день. РЖД сокращает некоторые рейсы внутри страны. В список корректировок попал и состав, который из нашего областного центра через Москву идет на Волгу. Чья куча? Авторы несанкционированной свалки в зареле попали в объектив камер местных жителей. Незадачливых нарушителей, которые вместе со строительным мусором выкинули документы известного кафе, нашли и заставили убрать за собой. Напряженное межсезонье городское хозяйство в Великом Новгороде приступило к противогололедной обработке улиц. Борьба с последствиями листопадов также продолжается. Диагноз коронавирус подтвердился у министров здравоохранения Резиды Ломовцева и образования Евгении Серебряковой. Информацию об этом сегодня распространили официальные каналы правительства региона. Всего же за минувшие сутки в Новгородской области 127 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19. И это снова максимум с начала пандемии. Больше всего вновь заболевших в Великом Новгороде, плюс 58 пациентов. Второе место делят Акуловские и Валдайские районы, в каждом из которых инфекция за день подтвердилась у 19 человек. На третьем Боровичский и 17 новых случаев. Тем временем лаборатория Новгородской областной больницы до конца недели планирует значительно увеличить количество проб на коронавирус, которые специалисты смогут исследовать ежедневно. Позволит этого добиться новое оборудование. Сегодня оно поступило в клинику. Новая лаборатория и новое оборудование для нее же вынужденное приобретение областной больницы в связи с коронавирусом. В объемных коробках бесценный груз. Первая в регионе автоматическая станция для выделения РНК и амплификатор на 96 проб разом. Сейчас лаборатория с двумя аналогичными приборами одновременно охватывает лишь 70 тестов. Руководство больницы подчеркивает это большое подспорье в диагностике коронавирусной инфекции. Потому что, конечно, объемы колоссальные. Работают коллеги в три смены. И то оборудование, которое у нас было, которое уже поступило по программе оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, его недостаточно сейчас. Это ускорит процесс именно выделения, процесс подготовки к амплификации приблизительно в два раза. А вот насколько мы сейчас сможем увеличить мощность, я надеюсь, что где-то на 150-200 исследований в сутки. К сожалению, увидеть обновки пока невозможно. Открывать коробки должен только инженер сервисной службы. Иначе оборудование может слететь с гарантии. Рисковать этим ради журналистов персонал больницы не стал. Но заверил, уже завтра новая техника займет свое место в лаборатории. А сотрудники пройдут курс обучения по работе с ним. К концу недели проводить анализы будут уже на новом оборудовании. В РЖД заявили, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока претерпит изменение периодичность курсирования некоторых поездов. Попал в этот список и состав, на котором новгородцы обычно ездят в Москву. Поезд легендарный «Моресьев», соединяющий два Новгорода, «Великий» и «Нижний», временно будет курсировать через день. Для жителей нашего региона это означает, что отправиться из областного центра и в Москву с 16 ноября до 20 декабря можно будет только по нечетным дням. Почетным состав номер 4142 с Великонавгородского перона не пойдет. В обратном направлении из Нижнего через столицу с 15 ноября до 19 декабря отменяются рейсы по нечетным дням. Пассажирам, у которых уже приобретены билеты на отмененные поезда, предложат обменять их на ближайшие даты или другие рейсы. Также есть возможность отказаться от поездки и полностью вернуть стоимость проезда. Медики и специалисты Фонда социального страхования объясняют, как уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом и не потерять в деньгах. Всем работающим на время карантина положен больничный. Как его правильно оформить, выяснила Анна Окладникова. Если совсем недавно вы контактировали с человеком, болеющим коронавирусом, добро пожаловать на карантин. По закону вам должны оформить больничный лист, даже если у вас пока нет симптомов. А вот как это лучше сделать, мы сейчас выясним. Экстренный забор анализов на ковид у контактных лиц производится только в том случае, если у них есть признаки ОРВИ. Если же симптоматика отсутствует, сделать тест на коронавирус положено на 8-й день с начала заражения больного. Контактными не все являются. Контактные – это только с теми, кто плотно общался. Это в одной семье, может быть, коллеги по работе, сидящие за одним столом. Если вы на улице мимо человека прошли, не надо его указывать и разыскивать потом. Это не считается. После того, как установлен круг контактов, личные данные возможностей зараженных направляются в поликлинику для дальнейшего медицинского контроля. Терапевты обязаны отслеживать состояние здоровья контактных лиц по телефону или при ухудшении самочувствия пациентов лечить их амбулаторно. Сроки, какие, от момента получения информации о больном, экстренного извещения, до направления информации в поликлинику, если имеются контактные данные на пациента, то есть есть телефон контактный, и на этот контактный телефон пациент отвечает, есть связь установлена, то вот этот срок составляет не более двух дней. Основанием для официального карантина является постановление Роспотребнадзора. Но если с контактным лицом никто не связался, чтобы не остаться без больничного и, главное, не подвергнуть риску заражения людей, нужно самостоятельно позвонить в местную поликлинику по месту жительства. Ни в коем случае нельзя идти в амбулаторию самому. Они также обращаются по месту жительства, в медицинскую организацию, если у них нет заболевания, если у них отрицательный тест на ковид, значит, им выдадут листок нетрудоспособности с карантином. Весь 14-дневный карантин, начиная с первого дня, будет оплачен фондом социального страхования. Исключение составляет тот случай, если работник переведен на удаленный режим работы. Всем остальным больничный лист может быть либо доставлен врачом на дом, либо оформлен в электронном виде. Эта услуга сейчас пользуется наибольшей популярностью. С начала 2020 года уже составлено 64 тысячи таких документов. Анна Окладникова, Михаил Серов, Новости, Новгородское областное телевидение. Более 80 предложений по реализации национальной социальной инициативы подготовили в Новгородской области. Первые итоги ее апробации обсудили сегодня в режиме видеоконференции. Руководители трех рабочих групп госсовета по направлениям социальная политика, здравоохранение и образование. Участие в разговоре принял глава региона Андрей Никитин. Ключевая тема заседания – национальная социальная инициатива, а точнее результаты ее апробации. Напомним, главная задача НСИ – проанализировать самые частые барьеры при получении услуг в социальной сфере и предложить механизмы их решения. Такое поручение агентству стратегических инициатив президент Владимир Путин дал в этом году. Были определены 10 наиболее проблемных жизненных ситуаций, в их числе трудоустройство через центр занятости, получение амбулаторной помощи, дополнительное образование для школьников и другие. Соответственно, в пилотных регионах вот эти все жизненные ситуации обкатывались и создавались так называемые целевые модели. Безусловно, что ключевым здесь является комфорт для человека, для гражданина, который сталкивается с той или иной ситуацией. За несколько месяцев специалисты успели сделать многое – разобрать болевые точки, например, процесс записи к врачу или оформление инвалидности, определить целевые показатели и решить, как реализовать главный принцип НСИ – «человекоцентричность». Очень важно, что мы здесь работали не только с людьми, которые получают услуги, а самое главное – люди, которые работают в этой системе специалистами в сфере здравоохранения и образования, социального обеспечения. И самое главное – мы также смотрели, как организована работа всей процессовой организации в учреждениях, которые отказывают в этом услуге. Один из важных механизмов НСИ подытожила Светлана Чупшева изменение протоколов и регламентов, по которым эти учреждения работают, что сделает получение услуг более понятным и удобным для населения. Тогда и уровень удовлетворенности вырастет. Свои предложения внесли и регионы-участники совещания. Со стороны Новгородской области их поступило 82 в сфере трудоустройства через центры занятости. Общий же доклад по результатам апробации НСИ президент ждет к 1 декабря. А уже с 2021 года механизмы будут распространены на всю Россию. В центре «Мой бизнес» сегодня уже состоявшиеся предприниматели поделились с теми, кто только в начале пути по созданию своего дела секретами успешного стартапа. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства инвестиционной политики региона и Союза предпринимателей. Во время пандемии малому бизнесу требуется особая поддержка, и поедать ее могут друг другу сами предприниматели. Кто-то занимается производством светотехники, у кого-то столовая, агентство недвижимости или кофейный бизнес. Собираются стабильно раз в пару месяцев и устраивают мозговой штурм. Участники, которые участвуют, они также, когда обсуждают, они для себя и для своего бизнеса берут какие-то идеи. То есть это очень важно и это очень продуктивно, и эта система уже работает не один год. На таких собраниях ждут всех желающих, в том числе тех, кто еще не открыл свое дело, но горит идеей. Сегодня главной темой стали автокофейни. Такой бизнес может быть очень прибыльным. Но всегда есть сложности. Одна из них – будущий дизайн-код Великого Новгорода. Дизайн-код, по которому получается, что у нас ставить их нельзя, потому что у нас должен быть тротуар у всех нестационарных объектов, должен быть тротуар, и машина подъехать не может. В связи с пандемией количество участников на таких собраниях ограничено, так что попасть сюда можно по предварительной записи. Вся информация есть на сайте «Мой бизнес». Много шума, особенно в социальных сетях, наделала попытка новгородских предпринимателей утилизировать строительный мусор около деревни Зарелье. Предметы, незадачливые нарушители, выбросили в кусты весьма приметные. Более того, сами были пойманы с поличным. Максим Широковских расскажет подробности этой истории. Для местной жительницы Оксаны окраина деревни Зарелье – идеальное место для прогулок с собакой. Тут тихо и безлюдно. Но, как оказалось, за такие качества это место ценит не только она. В очередной раз выгуливая питомца Оксана обнаружила здесь помойку. Причем настолько свежую, что застала на месте самих мусорщиков. Издалека увидела, что стоит машина, и слышу характерные звуки падающих предметов. Потому что здесь, видите, кусты, я иду оттуда, мне не видно, что здесь происходит. Но когда я сюда спустилась и увидела вот это все, машина находилась еще сверху. Я спрашиваю, зачем вы это сделали, забирайте обратно. Молодой человек, который, видимо, вот, может быть, я даже подумала, что он местный, улыбнулся и сказал, что это не мы. Сел в машину и уехал. Оксана успела запечатлеть и машину, и то, что осталось после ее отъезда. Эти фотографии потом оказались в соцсетях и наделали там немало шума. Еще бы, на земле лежали мешки со строительным мусором и гора макулатуры. Причем это были документы с печатями и персональными данными, накладные, а также другие бумаги с информацией, прямо указывающие на то, откуда весь этот мусор. Меню Алреди. Это, видимо, то самое заведение, которое было на Людогоще. Ну да, пиццу можно заказать. Само кафе Алреди уже не функционирует. На его месте сейчас работает новое заведение и еще одно готовится к открытию. В соцсетях под фотографиями свалки в Зарелье пользователи предположили, что новые собственники одной из точек общепита таким варварским образом избавились от наследия прежних владельцев площадей. Кто вывез мусор на окраину Зарелье, выяснили работники Савинского сельского поселения. Причем случайно. К ним поступила жалоба на подобную свалку вблизи деревни Сельсо-Шатерна. Там в мусоре были такие же бумаги, чеки и ресторанные меню. Глава поселения связался с рестораторами. Параллельно до администрации дошла информация о помойке в деревне Зарелье. Один из предпринимателей, тот, который пока не открылся, признал свой мусор. Как он сказал, да, ремонт они осуществляют, но осуществляют с помощью еще одной организации. И вот в принципе-то те ребята, ну арендаторы-то, они по большому счету не виноваты. То есть здесь имеет место быть вопрос в том, что те люди, которые им производили ремонт, просто, ну, наверное, решили определенным образом сэкономить. Наказывать невнимательного бизнесмена не стали. Призвали к совести и взяли с него обещание, что тот уберет мусор загородных земель. И действительно, свалки пропали. Остается вопрос, утилизирует ли предприниматель теперь свое добро по правилам. За новую стихийную свалку ему придется отвечать по всей строгости закона. Из Новгородского района Максим Широковских, Андрей Константинов, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Под покровом темноты выходят на дело и сотрудники городского хозяйства. Но их внимание прессы и перспектива попасть в кадр не пугают. Миссия благородная. Первые морозы заставили горхоз уже начать противогололедную обработку улиц. Но и осенние хлопоты еще не закончились. Анна Вихрова разделила с ними тяготы ночной смены. Четыре утра. Весь город еще спит. В это время на работу выходит спецтехника, чтобы сделать наши улицы безопаснее и чище. Температура по ночам уже опускается до минусовых значений. А это значит, что автомобилистов утром поджидает неприятный сюрприз в виде наледи на дорогах. У коммунальщиков сейчас самая напряженная пора – межсезонье. Ведь еще не закончился период борьбы с опавшими и подгнившими листьями, а улицы уже требуют противогололедной обработки. В городском хозяйстве заверяют, что ресурсов хватает и на уборку, и на посыпку дорог реагентами. В настоящее время у городского хозяйства почти 40 единиц техники. Это и уборочная, погрузочная, подготовленная для перевозки снега, для развоза людей по объектам. Сразу 6 единиц техники заступают на утреннюю смену. Для собственного автопарка закупили несколько новых машин. И одна из боевых лошадок уже зарекомендовала себя в деле. Вот она лихо накануне ликвидировала последствия листопада в старом городе. Щетки сметают листья, пылесос их сразу убирает. Такая машина универсальна, может использоваться в любое время года и заменяет работу сразу 10 человек. Экономия сил, времени и, в конце концов, бюджета. Про пешеходные дорожки тоже не забывают. В ведении городского хозяйства торговая сторона. Все улицы внутри окольного вала и деревенницы. Транспортные артерии уже поливают жидким реагентом, который не создает грязи. На небольших улицах используют песчано-соляную смесь. За другие микрорайоны ответственна компания «Мехуборка», с которой у города заключен годовой контракт. В городском хозяйстве уверили, что помимо ночных рейдов техника курсирует еще и все утро, оперативно подсыпая смесь там, где автомобилисты успели ее разнести в утренних пробках. Анна Вихрова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. В Старой Руссу сегодня съехались будущие повара, которые сейчас получают азы профессии в районных техникумах и колледжах. В городе Наполесте, где есть оборудование с Казанского чемпионата WorldSkills, они прошли демонстрационный экзамен. Арина Аксенова побывала на кухне. Попробовать блюда от будущих шефов не смогла. Это запрещено по условиям испытания. А вот секрет вкусного борща выведала. Оля, для всех девушек на выдании, которые нас сейчас смотрят, раскрой, пожалуйста, секрет идеального борща. Ну, я готовлю борщ по рецепту своей мамы, но самое главное в конце добавить немножечко любви. А мы в телеке. Нет сомнений, что поводов для гордости у Олиной мамы будет еще немало. А сегодня студентка из Валдая участвует в демонстрационном экзамене в компетенции поварское дело. Сюда, в Старорусский агротехнический колледж, съезжаются будущие повара со всей области. Именно здесь оборудована первоклассная лаборатория по стандартам WorldSkills. Задача – приготовить три блюда за четыре часа. Но вся сложность в том, что задание имеет еще черный ящик так называемый. И накануне студенты получают из этого ящика, какой продукт конкретно должен быть использован в данном блюде. Вот, например, рыбная закуска, рыба под вопросом. И мы вчера узнали, что сегодня они будут работать с форенью. Оценивают работу шестеро экспертов. Трое присутствуют на площадке во время приготовления блюд. Еще трое проводят слепую дегустацию. Если вы думали, что профессиональный повар умеет только хорошо готовить, то нет. Компетенция поварское дело требует от участника умения составлять коммерчески успешное меню, использовать энергосберегающие технологии, даже разруливать конфликты в коллективе. Но главный критерий оценки, конечно же, вкус. Участие в экзамене на текущих оценках студентов не отразится, зато добавит весомую строчку в резюме. А главное – дегустацию того, что получилось, проводят потенциальные работодатели. Шеф-повар ресторана «Полист» Евгения Козина признается, над презентацией блюд ребятам еще предстоит поработать. Но потенциал будущих поваров уже заметен. Дело за практикой. Если бы я их видела каждый день на кухне, мы бы с ними поработали, я могла бы уже дать конкретную оценку. Но так как я еще тем более нахожусь в слепой дегустации, я не вижу ни их работы, ни их рабочего процесса. И сложно еще пока оценивать. Это надо, когда вот уже придут, вырастут, уже научатся, и мы их уже будем учить. Тогда, конечно, приглашаем всех на работу. Пока студенты оттачивают мастерство на современные кухни, администрация колледжа готовится к новым свершениям. Уже начала работать похожая лаборатория для кондитеров. А в следующем году в Старой Руси будет запущена единственная на северо-западе площадка WorldSkills для обучения хлебопекарному искусству. Из Старорусского района Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. В Новгородской области продолжается фестиваль Достоевского. Сегодня Московский академический театр имени Маяковского представил в Великом Новгороде спектакль «Дядюшкин сон». Примечательно, что именно сегодня весь читающий мир вспоминает самого Федора Михайловича. Ровно 199 лет назад он родился в Москве. А в Старой Руси, в доме классика, который теперь носит статус музея, сегодня начала работу выставка «Городские пейзажи» Достоевского. По доброй традиции, день рождения классика в Старой Руси принято отмечать памятными мероприятиями. Одним из таких событий сегодня стало открытие выставки. Основой экспозиции составили работы петербургского художника Андрея Ушина. Это 27 подлинных эстампов из фонда музея. У нас здесь представлены, кроме графических работ, еще исследования, посвященные образу Петербурга Достоевского, исследования Николая Анциферова, где он изучает вот такие потаенные уголки Петербурга и ищет связь вот этого мистического города с творчеством Достоевского. Я думаю, очень полезно нашим гостям ознакомиться с этими книгами для того, чтобы понять связь Петербурга и творчества Федора Михайловича. Гостям выставки также презентовали издания, недавно пополнившие собрание Старорусской городской библиотеки. Три художественных альбома стали подарком городу от Мемориального музея писателя в Санкт-Петербурге. В них собраны книжные иллюстрации, графика и работы сценографов к спектаклям по произведениям Достоевского. Выставка продлится до 5 февраля. У меня на сегодня все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях, а все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. О погоде через несколько секунд я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!